Откидной пандус с ручной лебедкой. Такая конструкция, по мнению бельчанина Валериана Белинского, поможет ему и десяткам других людей с ограниченными возможностями иметь доступ в административные лечебные учреждения, магазины, кафе и другие общественные здания. Да и просто чаще выходить из дома на улицу. Пенсионер разработал проект откидного пандуса, а его супруга Елена озвучила идею на конкурсе рационализаторов. По словам Леонида Бабия, вице-мэра и председателя конкурсной комиссии, предложенная конструкция существенно облегчит жизнь людям с ограниченными возможностями передвижения. У нас очень много талантливых людей. Мы очень будем благодарны обществу рационализатору, совету муниципе Белц, попросим их, чтобы они рассмотрели. Мы даем добро на рассмотрение вот этих рационализационных предложений для того, чтобы они определились, примерно, иерархию, кто на каком месте, потому что у нас фактически есть первое, второе, третье место. Но мы можем не зацикливаться, как в прошлом году, допустим, там, два вторых, два третьих места и так дальше. Поэтому пусть попросим вас, Юрий Сергеевич, на вашем совете, чтобы вы рассмотрели. Каждый внимательно представим. Во-первых, они вам должны представить все эти дела полностью. И уже ваше заключение вы представите нам на заседании комиссии, для того, чтобы мы определились уже с победителями. Валериан Платонович рассказал телеканалу БТВ, что инвалидные коляски с электроприводом или шагающими устройствами не всем по карману, в том числе и ему самому. Сам придумал, как ее крепить к стене перпендикулярной лестничному маршу. В стене пробивается отверстие, крепится крюк. И к этому крюку один конец лебедки. У автомобилистов существуют такие ручные лебедки, которые помогают в случае, если автомобиль попал в канаву или в яму. Они сами себя вытаскивают одним концом за дерево какой-нибудь или за столб и вытаскивают автомобиль из аварийного состояния. Мой пандус будет откидываться к стене и закрепляться на два замочка, чтобы никто его посторонне не опустил на лестничную клетку, чтобы он не мешал людям ходить. Идея Валериана Белинского получила не только одобрение, но и предложение по ее усовершенствованию. К обсуждению подключились и другие участники конкурса рационализаторов. Вместо ручной лебедки можно поставить свободно-электрическую лебедку. Походу у нас есть, можно использовать литий-ионные аккумуляторы, они дают очень большую мощность и держат довольно много. Используем литий-ионные аккумуляторы, лебедку электрическую. Как отпускать на лестнице, как эти рельсы, можно использовать по-любому. Прикрутить к стене, как обычно по правой стене, прикрутить и сделать их как перила. Получается, с двух сторон перила, когда отпускается, спускается перила, но уже там идет рельс. И в конце каждую лестничную площадку просто устанавливается на стене крюк, который держит 500 килограмм, они продаются свободно. Лебедка на инвалидной коляске. Сопровождающий человек просто цепит трос лебедки на крюк и сам лебедка поднимается. По словам Валериана Платоновича, в инвалидном кресле он оказался три года назад и с тех пор бывал на улице всего несколько раз. Живет пенсионер на втором этаже. Спуститься во двор без посторонней помощи не представляется возможным. В существующих домах-пятиэтажках нет лифта. Нечем спустить инвалида вниз. Надо минимум три здоровых мужика, чтобы человека вывезти на улицу, а потом поднять. По лестничным клеткам очень трудно выбираться. Почти за три года я был всего пять раз на улице. Это когда приезжают внуки, когда зять может, иногда меня на дачу вывозят. Но вот так пять-шесть раз я был на улице за два с половиной, за три года. Потому что трудности. А так, может быть, и чаще буду, если мне кто-нибудь изготовит этот откидной пандус, лебедку приобрету. Валериан Белинский проработал 25 лет на Бельском электротехническом заводе, о котором написал книгу и издал ее в 2014 году. С юных лет участвовал в различных конкурсах, в том числе рационализаторских. С 2000 года пишут стихи, песни и эпиграммы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова